И как раз вот в эту антологию поэта времени, в антологию Владимира Андреева вошли стихотворения Аллы Тетеркиной. Алла, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Владимиром Андреевым и как потом произошло то, что вас напечатали в этой... Мне самой это удивительно, конечно же. В девятнадцатом году я полгода жила в Нью-Йорке. Кстати, основная идея этой книги это русскоязычные поэты, имеющие отношение к Нью-Йорку. Здесь нет случайных людей, только таким образом это построено. Нет, здесь Вознесенский, Есенин, нет-нет-нет, не совершенно не иммигранты. Была Ахмадулина, нет. В шестидесятнике. Начинается Маяковским, Есениным. Начинается Маяковским, да. Вот. И волей судьбы, наверное, я попала сюда, волей судьбы. Я читала стихи в библиотеке в Нью-Йорке и пришел туда Андреев и предложил мне участвовать в этой книге. И первая моя реакция была, наверное, как и любого нормального человека. Он назвал вот этот список и я в недоумении так у него спрашиваю, думаете, я достойна быть с ними в одном сборнике? Вот. Ну, кое-что он мне сказал. Вот я в этом сборнике. Это фотографии с девятого класса вы сказали? Да, девятого класса. Это уже хорошая, хорошо временем проверенная фотография. И здесь ваша биография проиллюстрирована фотографиями из семейного альбома. Да, семейный альбом, да. А дальше уже стихотворение. Да. Дети мои, родители. И получается, что структура такая книги получилась, что корни, вот Есенин, Маяковский, потом идет ствол Бродский, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко. Это учителя мои, конечно же, и всех поэтов. А потом идут ветки, веточки. Это уже те, которым повезло, как и мне. 21 человек, 21 автор, вот ныне живущих, но, к сожалению, уходящие. Вот буквально совсем недавно умер Тельман Сафаров, совершенно недавно. Вот он тоже в этой книге находится. А так 21 человек, это, это получается ветки, веточки. А уже листья, это слушатели. Это обратная связь, как Цветаева говорила, даже читающий меня мой соавтор. Это тоже соавторы. Только вот в этой связи и получается какое-то таинство под названием поэзия. Уникальное такое душевное качество, которое нам необходимо, как людям, как любому человеку, чтобы не задохнуться в этом мире. Есть такое выражение, да, есть выражение у Ваншенкина, когда поэзия есть, ее не замечают, а когда нет, задыхаются люди. Вот, чтобы мы не задыхались, вот это и необходимо, вот эта связь наша общая, чтобы мы не забывали имя свое, что мы люди, да. А что пожелаете начинающим поэтам из Интернационального союза писателей, вообще, чтобы попасть вот в такую антологию? Нет ответа, честно вам скажу, нет ответа. Даже не знаю, что сказать, не знаю, пишите искренне, честно, честно. Пишите искренне, честно и однажды вы вот окажетесь на страницах вот такой вот книги. Да, потому что это, это памятник, монумент поэзии, здесь поэзия как, как дочь времени, вот. Спасибо большое за интерес. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.